А что, трудно вот так летать? Немаловажно, что наряду с теми знаниями, которые приобретают у вас выпускники, они еще здесь изучают науку быть человеком и гражданином. Это является следствием того, что вы очень активно и постоянно участвуете в городских, областных, российских конкурсах на разные тематики, направленности, разной социальной вовлеченности. И это очень важно. Также очень важно, что вы формируете и укрепляете свои традиции, проводя общешкольные мероприятия, такие как праздник школы, рождественские встречи. Подытоживая все вышесказанное, я уверен, что нынешние и будущие выпускники вашей школы всегда найдут достойное место в этой жизни, сумеют реализовать свой потенциал и внесут достойный вклад в развитие города Череповца, Вологодской области, нашей страны. Приветственный адрес муниципальному бюджетному образовательному учреждению среднеобщеобразовательной школы номер 6. Вручаю уважаемой нашей Татьяне Александровне, директор этой замечательной школе. Благодарность мэра города вручается Анне Анатольевне Цветковой, учителю начальных классов. Планируем работать плотно с высшими учебными заведениями и продолжать реализовывать профильные классы, конечно, профильное направление, участвовать во всевозможных конкурсах, грантах, совершенствоваться. А вообще на сегодняшний день мы реализуем программу развития социальный лифтинг и качество образования, что дает возможность детям, находящимся в разных социальных условиях, получить достойное образование и достойно представлять себя. Школа и дети изменились. Дети стали более коммуникабельные, стали более открытыми, изменились учителя, потому что мы все время должны учиться, повышать свою квалификацию. Сейчас мы учимся практически каждый год. Образовательный процесс тоже меняется. Почти в каждом классе у нас есть мультимедийные установки. Мы используем презентации на уроках, используем видео на уроках. Дети у нас сейчас работают и в парах, и в группах, потому что современный образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе. Не столько учитель должен говорить на уроке, а сколько знаний должны дети добывать самостоятельно. Поэтому главная цель учителя – не быть учителем, который просто стоит у доски и регулирует весь учебный процесс. А главная задача педагога состоит в том, чтобы быть дирижером этого образовательного процесса, сделать урок открытым, счастливым, чтобы дети нашли новые знания, что-то открыли для себя, вот именно работая на уроке. Куда по свету белому, а справиться с утра муж и за солнцем следом, хоть этот путь не беда, спешили мы всегда идти дорогою добра. Продолжение следует...